Здравствуйте, уважаемые девногорцы! В эфире новости НТС в студии Маргарита Водорханова. И прямо сейчас я и мои коллеги подведем информационные итоги этого дня. Начнем с важной новости от главного управления МЧС по краю. Спасатели предупреждают девногорцев о резком изменении погоды. Сегодня 30 ноября. По прогнозам гидрометеослужбы по центральным и южным районам ожидаются порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, метели, местами сильной осадки. Также возможно ухудшение видимости до 1000 метров. На дорогах гололедится и снежный накат. Учитывая погодные условия, сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть внимательны на загородных трассах и соблюдать дистанцию. Снегопад по возможности не выезжает на трассу с детьми и большим количеством пассажиров. Горожан просят без лишней необходимости не покидать свои квартиры и офисы. Третий традиционный молодежный городской бал чествовал в Доме культуры творческую, спортивную, профессиональную молодежную элиту Девногорска. На мероприятие пришли более 250 человек. В этот день здесь царила атмосфера восторга и радости. Подробности у Андрея Иванова. Чего только не было на молодежном балу. Здесь для ребят проводили мастер-классы по различным тематикам. Например, учили аквагриму, работала фотосессия съемок на площадке Мостфильма, разыгрывали лотерею. Три, я не вижу, зачем я вытяню. Еще раз. Так, номер 152. Все юноши пришли в костюмах и галстуках. Девушки надели вечерние платья и романтические карнавальные маски. В официальной части бала чествовали победители конкурса признания молодых. В неофициальной устраивали танциальные марафоны, пели песни, веселились от души. ПЕСНЯ Делали с собой часть позитива и с нетерпением ждут следующего года, чтобы снова принять участие в молодежном балу. Видео предоставлено молодежным центром «Дивный». Андрей Иванов. Новости НТС. Далее в нашем выпуске постоянная рубрика «Новости коротко» одним абзацем о важных событиях дня. 5 и 6 декабря в нашем городе пройдут дни донора. Сдать кровь можно будет с 10 до 14 часов на территории дневного стационара взрослой поликлиники. Здесь будет работать бригада Красноярского краевого центра крови. Донорам при себе иметь паспорт. А 12 декабря пройдет общероссийский прием граждан, посвященный Конституции нашей страны. Девногорская прокуратура также присоединилась к этой акции. Обратиться за разъяснениями по самым разным вопросам в этот день можно с 12 до 20 часов. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. В школе номер 2 имени Юрия Гагарина прошел муниципальный этап 11-й Всероссийской Олимпиады по основам православной культуры. Ученики с 4 по 10 класс трех школ города проверили свои знания по предмету. Победители Олимпиады смогут принять участие в региональном этапе. А госавтоинспекция Красноярска и Девногорска проводят опрос водителей. На своей официальной странице в соцсети ВКонтакте инспекторы выясняют, какие спецсредства используют автолюбители для перевозки детей. Впоследствии полученная информация будет проанализирована, и водителям будут даны рекомендации по перевозке детей определенного возраста. В ближайшие выходные в нашем городе стартует турнир на Кубок Девногорска по хоккею с шайбой. Репортаж с хоккейной коробки Андрея Иванова. Сегодня в хоккейной коробке тихо. Работники спортивного сооружения заливают лед, чистят от снега дорожки, готовят амуницию. Уже в субботу здесь ожидаются жаркие баталии. Соревнования на Кубок города проводят во второй раз. Он является кубком открытия в преддверии чемпионата города Девногорска. В этих соревнованиях участвуют только команды города Девногорска. В прошлом году участвуют только команды города Девногорска. В этом году мы приглашаем команды еще из города Красноярска. Две дивногорские команды известны в городе. Это спутник и сборная Красноярской ГЭС. Третья сформирована недавно из команд Зантур и Пионер. По итогам соревнований Кубка города чемпионата Девногорска будет сформирована единая сборная. которая станет выступать под влагом нашего города в первенстве Красноярского края. Но это в будущем. Пока же всех болельщиков просят в ближайшие выходы поддержать свои любимые команды. Андрей Иванов, Новости НТС. Это была вся информация на сегодня. Телефон для ваших новостей 308-28. До встречи.